Возвращаемся к одной из главных тем дня, по крайней мере в Центральной России. Сообщают, что в Москве за неполные сутки выпала уже половина месячной нормы осадков. Что творится на улицах, можно себе представить. В Мосводостоке говорят, что ликвидировали пока только 20 подтоплений. Ну и в Сочи новое штормовое предупреждение. В ближайшее время погода там может ухудшиться. В город для откачки воды уже направили два самолета МЧС с оборудованием. Но оперативные штабы главе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым сейчас делают все возможное, чтобы восстановить инфраструктуру курорта. Электроснабжение там наладили. Сегодня начнут уплачивать компенсации тем, чье имущество пострадало. Вот наш специальный корреспондент Сочи Вячеслав Николаев узнал от жителей, как же им удалось пережить удар настоящего цунами. В сочинские дворы теперь лучше заходить босиком. Еще вчера тут свели розы, хозяева принимали отдыхающих со всей России, а сейчас кругом одна помойка с силом. Вода была вот так. Ни одной уцаревшей машины и «Жигули», и «Волги», и «Иномарки» теперь все они одного класса. Утопленники цвета грязи. Восстановление подвижить, только за эти деньги можно новые купить. Лавина воды пополам с силом налетела сверху внезапно. За считанные минуты Мария, находясь в комнате этого дома, вдруг оказалась по горлу в воде и буквально отбивалась от налетевшего на нее цунами. Когда я начала выходить, доски начали подниматься, они меня не выпускали. Я, чтобы мне самой выйти, я начала доски в дверь выпихивать, тогда только я вышла. Бомбы работают круглосуточно. В Сочи затопило или подтопило тысячи зданий. Удар стихии пришелся в основном на Адлерский район, поселок Кудепста и поселок Мирный. Улицы и дворы круглосуточно чистят все, от коммунальщиков до военных. Но воды было столько, что полностью город удастся восстановить еще не скоро. Александр Кагасян за 50 лет видел и субтропические ливни, и страшную жару. Но такое наводнение в Сочи впервые. Его семья только что сделала ремонт с дорогущей венецианской штукатуркой. Ремонт буквально смыло. Красивая грязь. Российское бездорожье, да? Сочинские власти задействовали все ресурсы. Обходят дворы, квартиры, решают вопросы компенсации. Самой кровожадной на ущерб оказалась вышедшая из берегов речушка Хирота. Ее и заводную артерию никогда не считали. А вот Падишты унесла имущество и наделала ущерба на миллионы и миллионы. В общем, как вы речку назовете, так она и потечет. Вечером в пятницу в Сочи снова лил ливень. Но городская канализация с ним справилась. В субботу остается пасмурной, но она, скорее всего, станет последним днем объявленной в городе чрезвычайной ситуации. В центре Сочи о наводнении не напоминает ничего. Работает транспорт, магазины, общепит. По всему Большому Сочи полностью налажена подача электричества. Если город приходит в себя молниеносно, то Сочинское море обретет свой настоящий бирюзовый оттенок еще очень нескоро. Зашивавшиеся реки притащили в море ил, гальку, глину и осядет это еще через несколько дней. Вячеслав Николаев, Карен Сахинов, Екатерина Юрина, РЕН-ТВ